Дмитровская музыкальная школа Дмитровская музыка Дмитровская музыкальная школа Дмитровская музыкальная школа Дмитровская музыкальная школа Время в этом маленьком доме Ватбольского училось даже 800 человек. Но, естественно, они там все не помещались. Уже построили районный дворец культуры, в каких-то клубах снимали помещения. Я уже говорила, Икши, Рогачевы, вот эти всякие города. Талдам, Запрудня, даже Дубна. И вот когда-то контингент был около 80 человек. Это только детское отделение. Потом появилось еще вечернее. И нужен был новый дом для школы, потому что тот, естественно, был мал. Вот я сама училась в той школе, я помню, какие-то маленькие такие крохотные помещения, крохотный зал со старинным роялем, в котором, видимо, когда-то происходили балы и танцы. Но вот он для нас был мал для концертов. И построили вот это здание. Это при жизни Михаила Ивановича Зайцева. Построили это здание в 1968-69 году. Построили, оборудовали по последнему слову. Тогда приобретались симпортные инструменты. У нас несколько фортепиано зарубежных, даже там Петров, Шули. Хорошие фортепиано, которые дожили до сих пор. Приобретались оркестры народных инструментов. Приобретались инструменты для симфонического оркестра. Приобретались костюмы для детей. А сейчас давайте пойдем в класс ударных инструментов. Великая Отечественная война ненадолго прервала занятия в школе, но вскоре после разгрома немцев под Москвой, в январе 1942-го занятия были возобновлены. Ученики школы часто давали концерты. Приезжала машина из воинской части, красноармейцы грузили пианино на машину, а ученики в главе с директором и его женой Ольгой Павловной Хомяковой, которая пела песни из репертуара Руслановой, ехали выступать. Концерты проходили успешно, солдаты громко аплодировали, а потом угощали всех солдатской кашей с маслом и тушенкой. В послевоенные годы в школе училось много взрослых, в частности инвалидов Великой Отечественной войны, для которых учеба стала началом новой профессии взамен утраченной на фронте. Сложность 90-х была только в том, что прекратилась постоянная государственная поддержка, потому что раньше 5 лет косметический ремонт, 10 лет капитальный ремонт. В 90-е все прекратилось. Обновление инструментов. Обновление инструментов, обновление зданий. Все вот это материальное, потому что творческая составляющая, или какая-то педагогическая, она не изменилась. Те же люди остались. Те же люди остались, новые люди приходили. То есть какая-то ротация, все равно развитие вперед. Дети учились в средних, профессиональных, приходили все равно на работу, замещались преподаватели своих, тех, у кого они работали с ними вместе, это все нормально, с этим все нормально. Ну вот чисто вот такая вот была материальная бедность. В 2000-х мы считаем, что вообще прекрасный период у школы был. С нулевых и вот там до 10-го года и вот сейчас. Потому что была очень бурная международная жизнь. Наши дети увидели много хорошего на различных фестивалях международных. У нас были постоянные культурные связи с Голландией, с Францией, с Италией. Они ездили, менялись опытом, слушали здесь музыкантов. Вот очень большое количество детей, которые закончили школу в это время, избрали музыку в своей профессии. Они увидели, что это интересно, нужно, востребовано, а не захотели. Это влияет. Да, в 90-е никто не хотел. Два года назад была проведена реорганизация школы путем присоединения детской музыкальной школы Дмитрова учреждений дополнительного образования Дмитровского района. И теперь контингент школы составляет 1111 учащихся. В том числе муниципальные задания 850 учащихся, которые обучаются на отделениях фортепиано, оркестровые, струнные, духовые, ударные инструменты, народные инструменты, хоровое отделение, вокал, академический, народный, эстрадный, фольклорное, хореографическое, музыкально-театральное отделение. Дети – наше будущее. Они всегда наше будущее. По большому счету дети не изменились. Способные дети есть всегда. И в прошлом, и в будущем. Их примерно одинаковый процент. К тому же в школе мы в своей за 80 лет научили огромную долю населения нашего города, которая продолжает приводить к нам своих детей и внуков. Поэтому я думаю, что будущее у нашей школы прекрасное, особенно если увеличится количество бюджетных мест. По сути, в нашей работе ничего не изменилось. Мы работаем по тем же программам, по которым работали. И дети раньше выполняли эти программы, когда не было телевизора и кучи секций. И сейчас те дети, которые заинтересованы, они все равно играют те же произведения. Они достигают такого же уровня мастерства. Они также любят музыку. Они с таким же удовольствием идут в школу. Не надо торопиться, будь спокойной и заново начни еще раз. Подробнее об истории в сегодняшнем дне юбиляра городской музыкальной школы, носящей теперь имя Дмитровская детская школа искусств, мы расскажем в ближайший четверг в программе «Интервью на фоне портрета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова